Бухлитом, занятие по книге Роза Римкоина, ключик радостной и благополучной жизни. Ясночек дверей, тавра, линь, шматкорф, нинхолам, айдаруши, бэган Давид Безерфо, мирям батосна, царапат мирям, маруси, бэган фрехов бадбитил, юсеф бен Тово, ласахатамитару, пахмитил, шалам, вариза бауля. Продолжаем главу о воспитании детей, отношение учителя к ученику. Первое правило это было уважение к ученику. Второе правило, авторитет учителя. А страх перед твоим учителем, как страх перед небом. Так говорит Пиркер, а вот, хотя эта фраза на первый взгляд является указанием для ученика, но в той же мере в ней содержится наставление и самому учителю. На воспитателя-педагога возложена обязанность обеспечить ученику понимание и усвоение преподаваемого предмета, при этом необходимость привести ученика к признанию особого положения и авторитета учителя. Является не только средством для достижения этой цели. Это сама цель, в которой содержится важный и глубокий воспитательный аспект. Он необходим, поскольку способствует готовности ученика к обучению, поддерживающую классные дисциплины, восприятию приведемых ценностей и доверию. То есть сам учитель должен вести себя достойно и так, чтобы ученики его воспринимали и усваивали материал так, как необходимо. Однако учитель должен строить свой авторитет на заслуженном уважении учеников, а не на страхе перед наказанием и дисциплинарными взысканиями. Такой авторитет достигается личным примером дисциплины, порядочностью, пунктуальности, минорсердия и скромности. Этому педагогу для эффективного управления классом достаточно будет методом мягкой силы, который будет неизнурительным и необременительным и для него самого, и для учеников. Ему не придется настаивать, чтобы его требования к ученикам, которые должны быть направлены только на пользу дела и никогда не обусловлены личным интересом, всегда и непременно выполнялись. Однако от него самого ожидается, что исполнение своих указаний он будет требовать под влиянием дурного настроения, гнева или напряжения, так как крик... Еще раз. Однако от него самого ожидается, что исполнение своих указаний он не будет требовать под влиянием дурного настроения, гнева или напряжения, так как крик лишь показывает, что он не контролирует ситуацию. Требуя от учеников внимания и повиномения, он должен оставаться любезным, но твердым и непоколебимым. Всякое его слово и поступок должны внушать ученикам авторитет человека, за которым в классе последнее слово. То есть, кто главный в классе, это учитель. И он должен вести себя так, чтобы его уважали, не кричать, не нервничать, не напрягать ситуацию. Учитель должен не допускать ситуаций, ронящих его достоинства в глазах учеников. Как пишет Ромбан, не подавает учителю вести себя легкомысленно с учениками, смеяться перед ними, есть и пить вместе с ними, чтобы они трепетали перед ним и учились у него. Ясно, что речь идет лишь о пустом смехе и дешевом юморе. Совместные завтраки также могут стушевать необходимую дистанцию. То есть, соблюдение субординации способствует здоровому уровню страха перед учителем. То есть, здесь трепет страх перед учителем. Ромбан преподносит нам важный урок. Благоговейный трепет перед учителем приводит учеников к сосредоточенному вниманию к его словам, а значит, к быстрому и глубокому усвоению моральных ценностей и изучаемого материала. В этом и заключается основной смысл почитания учителя. В том, чтобы они его внимательно слушали и быстро усваивали материал, который он хочет им привить. Правило третье. Личный пример. Что означают слова «и было в дни, когда суд судей»? Речь идет о поколении, которое судило своих судей. Говорит судья, вынь шепку из своих зубов, то есть, исправь свой мелкий недостаток. Отвечает ему подсудимый, бревна в своем глазу не замечаешь, а своего крупного недостатка ты не видишь. Так было во время Шфоташофтима, когда и во время правилей руководили судьи. Люди не принимали их, не уважали их. Этот короткий отрывок из Талмуда учит нас тому, что прежде чем судить другого, сначала необходимо исправить себя. В другом месте Талмуда сказано, украсть себя, а затем украшай других. Это верно вдвое по отношению ко всякому, кто взял на себя роль воспитателя и педагога. Учителю следует помнить, что ученики постоянно испытывают его, его поведение для них пример для подражания. То есть, во-первых, они его испытывают, в зависимости от того, как он ведет себя, это пример для подражания. То, как воспитатель говорит с коллегами, выражение его лица, его жесты, стиль разговора по телефону, то, как он ест и другие его естественные проявления, является объектом постоянного и пристального внимания учеников. То есть, они постоянно за ним наблюдают. Это обязывает учителя тщательно взвешивать каждое слово и обдумывать всякое действие. Ведь реальное наблюдаемое поведение воспитателя влияет на ребенка гораздо больше, чем те идеи, которым он обучает на уроке. Сколь печально положение учителя, поведение которого противоречит нормам и ценностям, которые он внушает своим воспитанникам. Сколь велик нанесенный им педагогический ущерб. Статус такого учителя абсолютно не изложен в глазах учеников. Он становится объектом для насмешек, издевательских шуток и презрения. В противоположность этому, учитель, являющий собой образец морали, принципов и ценностей, которые он внушает своим ученикам, пользуется их бесконечным уважением и становится моделью для подражания. То есть он должен выполнять то, что он сам им говорит то, чему он их учит, для того, чтобы его уважали. Более того, и в частной жизни не на глазах учеников учитель должен придерживаться принципов поведения и стиля речи, достойных его важной миссии воспитателя, формирующего личность учеников. Ведь детское сознание снабжено особо чувствительными датчиками, так называемыми, улавливающими тончайшие оценки ситуации, и на определенном этапе им становится понятен настоящий образ учителя. Никакой спектакль уже не поможет. То есть учитель должен вести себя достойно и в классе, и вне его. Ученики постоянно за ним наблюдают. И если вне класса он не такой, как он в классе, то все равно это, что в классе спектакль, и ученики все равно это разгадают. Правило четвертое. С того момента, как учитель начал обучать ребенка Тори, он обязан чувствовать себя так, как будто обучает собственного сына. Таким образом, его отношение к ученику получает существенное дополнение. К нему добавляется отцовская любовь. Утверждение в сердце учителя этого чувства естественным образом создает чудесную связь между воспитателем и воспитанником. Когда ребенок верит и ощущает на себе, что его любят, он открывает ворота своего сердца, и слова, наставления или даже урока западают глубоко в его нежную душу. То есть учитель должен вести себя как отец ребенка, должен быть близкий с ними и теплый с ними. И еще. Воспитатель, испытывающий к своему ученику отцовские чувства, не спешит отчаиваться по поводу его неудач, даже если они повторяются многократно. Он никогда не придет к выводу, что этот ребенок не способен, не достоин и ничего из него не выйдет. Правильно, как отец никогда не сдастся воспитанию своего ребенка, так должен вести себя и учитель тоже. Он предложит все силы для того, чтобы ребенок преуспел, так как это сделал бы настоящий отец, всегда готовый отдать все силы для успеха своего сына. Даже после завершения учебного года, такой воспитатель постоянно обдумывает и анализирует, что он мог бы предпринять и что следует сделать для того, чтобы ребенок учился с большей радостью и охотой, и как помочь ему правильно себя вести. В конце концов, скорее всего, преуспеют оба. Ис и учитель, и ученик. Писано здесь так. Переводится так. Это по сути истории. Исказал Муше, вернее, искал Муше, и вот он сожжен и разгневался на Элазара и Итамара. Почему вы не ели повинную жертву в святом месте? То есть здесь была история, когда два сына Аарона скончались, когда они вовремя неправильно пришли в Мишкан. А в это время началось уже до этого посвящение Аарона его сыновей в Коэны. И там был корбан, который они должны были съесть. Обычно должны были его съесть. Но здесь они его не съели и сожгли. Когда Муше его искал, он говорит, где корбан, почему не съели? И разгневался на Элазара и Итамара, потому что он опасался, чтобы их тоже не наказали. Но они на самом деле сделали правильно, так как их братья скончались, нельзя было есть этот корбан. Теперь он говорит здесь так. Начальные буквы слов, почему вы не ели победную жертву в святом месте, составляет выражение Мило Ахава, наполненной любовью. Даже когда Муше гневался на своих учеников и делал им выговор, его сердце было полно любви к ним. Ведь цель порицания, польза ученика, воспитание в нем доброго, правильного и разумного. Только так можно преуспеть воспитание. Даже когда он их ругал, его сердце было наполнено любовью. Правило пятое. Строгость – да, придирчивость – нет. Это правило учителя. Не придирчивый научит. Мы проходили с вами, например, в перке. А вот что. Ученик, который стеснительный, он многому не научится. Потому что он стесняется задавать вопросы. Учитель, который придирчивый, он многому не научит. Почему? Потому что у него не хватает терпения. Придирчивый человек проявляет строгость и педантичность, даже тогда, когда без них можно и стоило обойтись. Такому человеку запрещено заниматься педагогикой. Ребенок, который постоянно проявляется негативно, должен видеть проявление строгости со стороны воспитателя. Но нельзя, чтобы строгость учителя преследовала его во всем. Даже тот, чье поведение чрезвычайно предосудительно, должен иногда получать похвалу, одобрение и улыбку за то хорошее, что ему удается сделать. Или хотя бы за приложение старания. Или хотя бы за приложенное страдание. Старание. То есть, какой бы мальчик шалун не был, у него все равно есть что-то, за что его можно похвалить. И обязательно его нужно похвалить. Найти, за что его можно похвалить. Сочетание уместной строгости с обниманием к даже ничтожным положительным проявлениям говорит ребенку о непредвзятости учителя и укрепляет в нем желание учиться и желание улучшить свое положение. То есть, если мы постоянно его критиковать, то ребенок понимает, ну что он хочет от меня, почему он всегда против меня. Но если он видит, что учитель замечает, даже что-то малое, что хорошее он сделал, то тогда он будет принимать учителя и учиться у него. Как мы сказали здесь, когда ребенок чувствует, что его любят, он открывается и слова наставления или укора оставляет след в его душе. И пара высказываний наших мудрецов о воспитании детей. То есть, книга «Чатер», «Яков и Ленинг». Говорит он здесь так. «Суть воспитания – развитие в ребенке тех элементов сознания, которых в каждом конкретном возрасте ему не достает. Ребенок не обладает взрослым пониманием, ответственности за свои поступки, не чувствует смысла обязанностей, не воспринимает сути многих аспектов взрослой жизни». То есть, ребенок – это ребенок. Он не понимает, что такое ответственность. Он не понимает, что за свои поступки нужно нести ответственность в определенном возрасте. Он еще мал. Поэтому, хотя правильные навыки и здоровые привычки важны в воспитании, главная цель воспитания в том, чтобы поднять дух и сознание ребенка. Их необходимо развивать и укреплять, чтобы все воспитываемые ценности и идеи прочно усвоились им именно на этом уровне. Лишь тогда они станут частью его личности. То есть, нужно, чтобы то, чему обучает, его он принял, и воспринял, и усвоил. Когда сознание ребенка воспринимает и солидизируется с сознанием воспитателя, его поступки управляются комбинацией этих двух сознаний. Его жизнь и действия руководятся их общим разумом, не отменяя его индивидуального видения и понимания. Он не становится роботом, послушным чужой воле. Он делает свой выбор, украшая его собственными личностными особенностями, осознавая правоту и справедливость требований и ожиданий воспитателя. То есть, когда его правильно воспитывают, он правильно воспринимает, он выбирает сам, что ему делать и как это делать, но выбирает это с тем направлением, на которое его наставили его учителя. Необходимое условие достижения такого единства ученика и воспитателя – это доверие и глубокая душевная связь между ними. Воспитание, леченное этой основой, больше похоже на дрессировку. Взрослый, обладающий силой и властью, принуждает ребенка следовать определенному стереотипу поведения, что совсем не обязательно затрагивает самосознание и внутренний мир воспитанника. То есть, мы должны посмотреть, когда мы воспитываем своих детей. Мы их воспитываем или мы их, не дай бог, дрессируем и заставляем делать то, что, в принципе, хотим мы, но ребенок, может, этого не осознает, что это правильно и полезно для него самого. Связь с воспитателем – это та отправная точка, с которой начинается истинное воспитание. Прогресс всех элементов личности ребенка контролируется и направляется его взрослым другом. Кто его тот взрослый друг? Это его учитель, это его равен, это его отец. То есть, ребенок растет под неусыпным вниманием воспитателя, который в первые годы жизни руководит его действиями, затем лично направляет, а впоследствии остается все тем же преданным другом и советником, к которому воспитанник обращается сам, когда почувствует необходимость в контакте и в новой порции жизненной мудрости. То есть, как нужно воспитывать детей? Сначала он постоянно под нашим неусыпным вниманием, потом мы его уже им не руководим, а лишь направляем. Когда он уже взрослет и становится самостоятельным, когда он чувствует, что ему нужна помощь, поддержка и совет, он сам возвращается к своему воспитателю. Как сегодня, например, ребенок, который учится в Ешиве. Если после Ешивы он закрыл книгу и положил на полку, и больше его не открывал, гомору, хумач и так далее, то эта школа, сколько бы знаний она ему не дала, она не привила ему любовь к изучению Тора. Поэтому эта школа, она практически ничего для него не сделала. Да, может, они заработали себе хорошие баллы на государственных экзаменах, но все, что они сделали, они заполнили мозги этого ребенка знанием, но святости и желание быть евреем, быть Иерой Шамаем, они ему не привили. Поэтому это очень важно, чтобы ребенок, как мы видим здесь, осознавал и принял то, чему ему учат, и чтобы тот, кто его учит, тоже был для него личным примером. И с радостью я продолжу на следующем уроке. Баруф Адаму Айла, Амин, Амин.